Броски выведения из равновесия В движении можно хорошо поймать ногу противника Затем, захватив ее, выполните либо отхват или заднюю подножку под опорную ногу После броска выполните добивание и болевой прием на руку Задняя подножка Обратите внимание, не останавливаясь в движении Делаем шаг левой ногой, а правой выполняем подножку С последующим добиванием противника И выполнением болевого приема на руку Шаг, подножка, добивание, болевой прием на руку Шаг, подножка, добивание, болевой прием на руку Еще один бросок После выполнения удара кулаком с шагом Выполните бросок Бросок с последующим болевым приемом на руку Подбивая колено, смещайте плечи в верхний центр И придерживая голову, выполните болевой прием на локоть Освобождение от захватов за руки сверху Помните, руки имеют два свойства Вращаться и сгинаться И на основе этих двух свойств Выполняется все освобождение от захватов Шаг позволяет войти в движение Освободившись от захвата Нанесите сильный удар локтем на отмаш Захват за руки снизу В зависимости от дистанции Можно выполнить удар ногой Если позволяет для этого дистанция Выводя локоть вверх Проворачивая руку Освободитесь от захвата После освобождения Нанесите сильный удар локтем на отмаш Выводя локоть вверх Проворачивайте руку Провернув руку Нанесите сильный удар Освобождение от захватов за ворот С помощью ударов С последующим скручиванием шеи Скручивание шеи Выполняется следующим образом Захватив за подбородок Наклоните голову назад А второй рукой упирайтесь в спину Захват сбивается с сильным ударом Локтем О бицепс руки Для начала делайте шаг Входя в движение Опережайте его действия Шаг с сильным Опережающим ударом В область лица Затем сбивание руки И удар коленом в пах С последующим скручиванием шеи В момент захвата Нанесите сильный Опережающий удар Кулаком в лицо Вторую руку блокируйте После сбивания руки Нанесите удар коленом в пах И скрутите